Именно от того, насколько здоровые у нас семьи, зависит здоровье самого общества. Семья – часть социума и в то же время сама по себе отдельный социум. Поэтому гармонично и благополучно выстроить взаимоотношения внутри семьи иногда почти искусство. И здесь подспорьем станут не только психология, сфера чувств, но и прагматичная составляющая, а именно семейное право. Лекцию по семейному праву организовали работники библиотечной системы города и юристы. Слушатели – салаватские старшеклассники. Коль скоро оно является обществом, в нем проживают члены семьи, которые должны вместе сотрудничать, вместе уживаться в одной семье, выполняя определенные правила и требования. И эти правила и требования должны быть взаимно гармоничны. В противном случае отсутствие гармонии приведет к деформации семьи. Наша специальность юриспруденции, она всегда идет во взаимоотношения как с психологией, так и социологией, философией и естественной юриспруденцией. То есть очень много правовых дисциплин находится на стыке. Ребятам объясняют правовые аспекты семейного законодательства, особенности правовых, обязательственных отношений внутри семьи. Полезной и очень практичной стала информация о мерах государственной поддержки семьи, пособия по беременности и родам, при рождении ребенка, помощь семьям в погашении ипотеки, в улучшении жилищных условий. За знакомыми формулировками стоят конкретные шаги, которые по-настоящему вручают многие семьи. Есть такие особенности, когда в семье присутствует ребенок-инвалид, родители имеют полное право получить дополнительные две недели отпуска, что тоже достаточно приятно, потому что к таким семьям должно быть чуть больше внимания. Занятие очень даже познавательное. После него я узнал много новых юридических моментов, связанных с семьей. Узнал, что в России семья и вправду поддерживается различными льготами. И всячески государство пытается помочь молодым и не только семьям. Ребята признаются, полученные знания они намерены применить в будущем, когда придет время строить собственные ячейки общества. Сульфия Суургулова, Олег Долгушин, телекомпания «Слават».